Дорогие мои, привет! Я Света Гончарова, детский семейный психолог. И сегодня я дам вам инструмент, который позволит вам разобраться, что происходит с вашим непослушным ребенком без психолога и без обращения к профессионалу. Алгоритм решения любой проблемы с вашим ребенком. Я мама двух детей, я детский психолог, и я помогаю родителям стать ближе к детям и научиться влиять на своих детей с помощью любви, а не страха. Этот алгоритм я выложу под этим видео, также выложу у меня в телеграмме, чтобы вы все запомнили, чтобы вы могли этот алгоритм применить. Я вам сейчас покажу, как я, как детский семейный психолог, размышляю, когда ко мне приходят родители со своими проблемами и описывают какую-то проблему. Если вы со мной уже знакомы какое-то время, вы знаете, что в моем телеграмме я каждый день отвечаю голосом на совершенно разнообразные ситуации с детьми. И честно, любая проблема, которую вы бы мне не принесли, я знаю, как ее решать. Я понимаю, что происходит с ребенком и я знаю, что делать вам. Вот я хочу, чтобы вы сами научились это делать. Итак, я прописала 6 вопросов, которые вам нужно задать при любом странном, неадекватном, ненормальном поведении вашего ребенка. Слушайте меня внимательно. Документ этот вы сможете скачать в телеграмме. Первый вопрос, очень простой. Что происходит? Как выглядит сложное поведение ребенка? Что происходит? Что я вижу? Вам нужно максимально четко, конкретно, описывая обстоятельства, контексты, что было до происшествия, что было после, что сказал ребенок, что сказали вы, что сказал муж, максимально конкретно записать ручками на бумажке либо в электронном виде, описать события проблемные, которые вас волнуют в поведении ребенка. Постарайтесь описать это событие максимально бесстрастно, как будто бы корреспондент рассказывает о том, что происходит в газете. Итак, первый вопрос, который мы себе задаем, чтобы решить проблему. Что происходит? И описываем эту проблему. Второй вопрос. Подробно продумываем и записываем, что происходит с родителем, с вами в этой ситуации. Что со мной происходит? В каком я состоянии нахожусь? Либо в каком состоянии находятся тоже другие взрослые, которые рядом с ребенком? Ваше состояние очень сильно влияет на поведение ребенка. И в 90% случаев, с которыми ко мне приходят родители, если родитель настраивает свое состояние, если родитель может себя контролировать, если родитель учится быть более спокойным, адекватным, сильным, любящим, поведение ребенка и справляется. Даже без какого-то вмешательства в само поведение ребенка. Поэтому второй вопрос. Прописываем на листочке либо в электронном виде про ваше состояние, что с вами происходит в моменте. И третий вопрос звучит так. Что происходит вокруг? Что есть вокруг ребенка? Какой контекст? Какие есть источники стресса? Что делают другие дети или другие взрослые? То есть, что происходит вокруг ребенка? Тоже детально, подробно, спокойно прописываем все. Получается, что мы сначала собираем информацию. Мы не пугаемся, мы не кричим, о боже, он так себя ведет плохо, я не знаю, что делать, с ним что-то ужасное происходит, я, наверное, плохая мама. Нет. Вдохнули, выдохнули несколько раз и ответили на три вопроса. Что происходит? То есть, как выглядит сложное поведение ребенка? Что с родителем? Что со мной в этот момент? Какое мое состояние? И третье. Что вокруг? Какой контекст? Какие есть источники стресса? Записали. А теперь три вопроса, которые помогут вам разобраться с этой ситуацией даже без помощи психолога, решить ее. Вопрос номер четыре. Как улучшить свое состояние? Как изменить к лучшему свои реакции, свои слова, свои действия? Дорогие мои, если вы сможете улучшить свое физическое, свое эмоциональное состояние рядом с ребенком, ребенок будет вести себя лучше, адекватнее, послушнее. Если вы еще сможете лучше контролировать, что вы говорите ребенку, как вы реагируете, как вы действуете рядом с ребенком, кардинальным образом изменится ребенок просто потому, что вы поменялись. Поэтому подумайте, как улучшить свое состояние, как изменить к лучшему свои слова, свои реакции на ребенка. Вопрос номер пять. Очень важный. Я всегда обращаю на него огромное внимание родителей. Как психолог я всегда туда смотрю. Как снизить стресс, который есть в жизни ребенка? Как убрать давление? Как убрать источники стресса? Как создать эмоциональный покой для ребенка? Вы в большинстве случаев знаете, например, отказаться от садика, не ходить на лишние кружки и вовремя ложиться спать, организовать экранное время так, чтобы оно было предсказуемо и так далее. Как снизить стресс? В ответе на этот вопрос кроется в основном все самое главное, что психолог объясняет родителям, когда родители к нему приходят. И последний вопрос, который поможет вам решить любую ситуацию сложную с вашим ребенком самостоятельно. Вопрос номер шесть. Вы задаете себе, как стать ближе с ребенком и укрепить с ним отношения. Все негативное, сложное, неприятное, неадекватное поведение детей всегда берет свое начало в разрыве привязанности с родителем. В том, что родитель делает ребенку больно, родитель ребенка отталкивает, родитель ребенка не принимает, не понимает, не поддерживает. Хотя родитель может очень сильно любить ребенка, но в силу детских травм этого родителя, в силу плохого состояния родителя эту любовь, родитель не может передать своему ребенку. Поэтому очень важно, чтобы вы подумали, как вы можете укрепить отношения с ребенком, как вы можете больше с ним проводить времени, как вы можете стать ближе к ребенку, как вы можете узнать о его интересах, как вы можете узнать о его переживаниях. Это тоже очень простые вещи. Вместо того, чтобы ссориться с ребенком, просто подумайте, какие вопросы ребенку задать, как с ним провести время, чтобы вам обоим было приятно, чтобы ребенку было приятно. Поэтому, дорогие мои, если вы ответите, хотя бы сядете и пропишите ответы на эти шесть вопросов, после того, как вы выполните эту работу, ну, скорее всего, вам даже не нужно будет ко мне обращаться, потому что вы будете знать, что делать. Итак, еще раз читаю эти вопросы. Что происходит? Описываем ситуацию. Что с родителем? В каком состоянии родитель? Что вокруг? Какие источники стресса есть? И три вопроса, которые дают нам решение. Как улучшить свое состояние, отрегулировать себя? Как снизить стресс и убрать источники стресса и давления из жизни ребенка? И как стать ближе с ребенком? Как укрепить с ним привязанность? Эти шесть вопросов коренным образом улучшат любую сложную ситуацию с вашими детками. Если вам все-таки нужна помощь психолога и вам нужна моя помощь, приходите ко мне в Телеграм, приходите на мои интенсивы. Посмотрите, пожалуйста, ссылочку под этим видео. Там как раз будет актуальный интенсив бесплатный, где я очень подробно, открыто рассказываю, как устроены ваши отношения с ребенком, почему возникает негативное поведение, какие есть инструменты того, чтобы исправить сложное поведение детей. Поэтому прежде чем задавать вопрос мне, эти шесть вопросов, пожалуйста, пройдитесь по ним, разберитесь. А то, что непонятно, там, где вы застрянете, приносите ко мне в Телеграм, приносите ко мне на интенсивы, на тренинги. Я очень хочу вам помочь. Вы самые лучшие родители для ваших детей. Вы можете понимать ваших детей, и вы можете решать все ситуации. Просто надо понимать, какие вопросы себе задавать и как действовать. Я верю, что у вас все получится. Скачивайте документ у меня в Телеграме, приходите на мои интенсивы, и буду рада вам помогать. Пока!